Парижские страсти – это легкая история с изящным юмором. В центре постановки – бедный художник Блэс, попадающий в круговорот событий, из которого выбраться становится все сложнее. – Было сложно очень, признаюсь, что это первая моя большая роль. А сейчас как бы легко, как бы нашел этого персонажа, этого героя, и очень приятно работать над этой ролью. Месяц готовились, репетировали, искали какие-то краски для этого героя. Блэс – он хороший герой, он очень добрый, он не любит всякие хитрости, обманы. – Иди за собой. Ты – великий художник, живешь здесь уже пять лет и продаешь свои картины по 300 тысяч фраз. – А почему бы не заловить сразу 400? А через две недели что я буду говорить? – Через две недели ты будешь почти женат. Тогда говори то, что хочешь. Парижские страсти разгораются в маленькой квартире. Художник по имени Блэс по уши в долгах, а его картины никто не торопится покупать. Единственный шанс поправить свое финансовое положение – это по совету любовницы-манекенщицы взять жену-дочку богача. Правда, завидной невесту не назовешь. А с появлением в доме горничной из деревни клубок любовных интриг становится все запутаннее. – Простите, а кто его против? – Отлично. Автор искрометной комедии – французский писатель Клод Манье. Чтобы перенести зрителей в стильную Францию, с 60-х годов понадобилось около месяца. По шову костюмов, подбору декораций, музыке и света уделили особое внимание. Зрители, которые посвятили вечер походу в театр, ни на минуту не пожалели о своем выборе. – Сегодняшний спектакль, ну, он не может не волновать. Во-первых, весело, смешно и в то же время грустно. Вот люди, которые ничего не имеют, хотят продвинуться за счет кого-то там, женившись, допустим, удачно. И смешно, и в то же время жалко этих людей. Разумеется, Блэс преодолеет все преграды и, как в лучших традициях доброй комедии, поймет, что любовь и успех не покупаются обманом. Выбор режиссера впал именно на парижские страсти не случайно. Причина – весна. Это время веселья и хорошего настроения. После зимних холодов и ненастия служители Мельпомены предлагают просто от души посмеяться и получить удовольствие от увиденного.